Вы знаете, вот наша Библия – это не просто одна книга, это библиотека. То есть Библия – это библиотека или собрание 66 книг. Но вот содержание Библии, Священного Писания, в целом, оно очень особенно. И вы знаете, чем оно удивительно? Оно удивительно тем, что 66 книг, которые писали разные авторы и писали в разное время, эти 66 разных книг прослеживают одну историю – историю искупления человечества. Но вот, читая Священное Писание, многие из нас читают Библию подряд, всю Библию, очень легко заметить, что история искупления человечества в Библии, она делится на периоды или эпохи. И два самых основных периода или эпохи, которые мы с вами очень хорошо знаем – это Ветхий и Новый Завет. Но знаете, что вот интересно, удивительно, вот это вот провидение Божие, что не только наша Библия с вами делится на две части – Ветхий Завет и Новый Завет, но и история человечества. Вот точно так, точно в этой границе делится история человечества. До нашей эры, говорят светские люди, или наши эры, верующие говорят, до рождения Иисуса Христа и после рождения Иисуса Христа. Еще что интересно, когда рассуждаешь об этих эпохах, эпохах истории человечества или эпохах истории искупления человечества, вы знаете, это такие эпохи или периоды, между которыми сохраняется связь или сохраняется преемственность. То есть события, о которых говорит Священное Писание, Библия, они связаны между собой. Даже, допустим, если новое сменяет ветхое, оно сменяет так, что сохраняет в себе некоторые его элементы. Ну, почему я делаю такое вступление? Мое желание вместе с вами проследить или определить значение десяти заповедей для нас с вами. Значение десяти заповедей для нас с вами. Или мы попробуем ответить на вопрос, какое положение занимают десять заповедей в Новом Завете. Ну, вот сегодня мы с вами попробуем сделать вступление и попробуем обратить внимание на самую первую заповедь. А позже, когда у нас будет время, если Бог позволит, мы попробуем рассмотреть все следующие девять заповедей. Но если уже говорить не о истории человечества, а говорить об истории христианской церкви. Вы знаете, в истории христианской церкви были такие моменты, когда возрождалось то, что называется библейским богословием. Ну, или такое время, когда христиане, верующие по-особенному, по-новому, правильно обращались к Библии, они начали ее правильно читать, они начинали ее правильно понимать. Вот таким событием была реформация XVI века. Вы знаете, вот что интересно, когда возрождается библейское богословие, возникают разные вопросы, очень интересные, важные, насущные вопросы. И вот один из таких вопросов, который обязательно возникает, это вопрос о роли закона Божьего в жизни верующих в Новый Завет. То есть это насущный вопрос, ну, если даже не говорить об истории христианской церкви. А я думаю, вы себя когда-то спрашивали, ну, какая же связь между Ветхим и Новым Заветом? Ну, как-то мы с вами можем ответить, что, да, одно по закону, другое по благодати, но это как-то размыто. И все-таки нас с вами интересует, ну, если есть эта граница между Ветхим и Новым Заветом, в чем смысл этой границы. Между прочим, апостол Павел был еще озадачен этим вопросом. Не то, что он был озадачен этим вопросом, но он отвечал на этот вопрос. Вот, допустим, послание Галатам, 3 глава, 19 стих, звучит очень ясно, этот вопрос. То есть Павел спрашивает, его рассуждения ведут к этому, и дальше он отвечает, для чего же закон? То есть для христиан это насущный вопрос, это важный вопрос. Для чего же закон? Вот нам с вами, верующим Нового Завета, для чего закон? То есть еще апостол Павел отвечал на этот вопрос. Ну, нетрудно догадаться. Если апостол Павел отвечает на такой вопрос, значит, на протяжении своего служения он регулярно сталкивался с неправильными ответами. Если он это объясняет, если он об этом говорит, то он сталкивался с неправильными ответами. Ну, в общем, мне кажется, можно сказать следующее. На вот этот вот вопрос апостола Павла, для чего же закон, или, если читаете по-английски, почему закон? Есть два неправильных ответа, есть две неверные реакции. Первая, давайте мы поставим неправильную реакцию или крайность, ее назовем, поставим ее с правой стороны. Это называется легализм. Легализм или присоединение закона к Евангелию. Другая неправильная, неверная реакция мы поставим слева. Это антинамизм или полная отмена закона позьего. Ну, вот знаете, у меня вот такое вот желание после изучения десяти заповедей вернуться к этим двум понятиям, чтобы разобрать каждое из них. Это очень, мне кажется, интересно. Но сегодня вот как вступление к десяти заповедям, позвольте еще сказать следующее. Вот опять, к примеру, позвольте вернуться к реформации XVI века. Мы с вами очень, я думаю, хорошо запомнили пять тезисов этой реформации XVI века, или пять тезисов, которые использовали реформаторы. Вот один из этих тезисов гласит следующее. Только благодать. Это очень интересно. То есть люди, которые утверждали, провозглашали только благодать, вот если сегодня читать труды этих людей, мы очень легко заметим, что реформаторы закон Божий не отвергали. Утверждали только благодать, но закон Божий не отвергали. Что же они говорили о Божьем законе? Это несколько мыслей из того времени, когда происходила вот эта вот реформация XVI века. Первое, они говорили, закон Божий – это зеркало. То есть вот такое вот сравнение было во время реформации. Закон Божий – это зеркало. Вот с одной стороны, они говорили зеркало, которое отражает совершенную праведность Бога. То есть когда человек читает Божий закон, он в нем видит праведность Бога. То есть закон очень много, даже десять заповедей очень-очень много говорят о том, кто такой Бог. То есть это, с одной стороны, отражение праведности Бога, а с другой стороны, они говорили о том, что закон освещает греховность человека. С одной стороны, праведность Бога, когда человек смотрит на праведность Бога, это неизбежно ведет к тому, что он видит свою греховность. Говорили о том, что закон учит человека искать помощи благодати. То есть вот так вот закон открывает слабость человека, чтобы человек искал силу у Христа. Вы знаете, даже вот закону Божьему, вот дали вот такое опять сравнение, они говорили, что закон Божий – это учитель, но немножко строгий учитель. Строгий учитель, но вот учитель, который, знаете, берет за руку человека и ведет его ко Христу. Строгий, упрекает, говорит что-то, но все-таки вот такая вот особенность Божьего закона, он ведет человека к Иисусу Христу. А следующее говорили, вот рассуждая о Божьем законе, даже о десяти заповедях, говорили, что закон Божий сдерживает зло на земле. То есть, когда люди читают, знают десять заповедей, существует какой-то страх. Даже у светского человека, у неверующего человека существует страх наказания. Страх наказания, который обуздывает порочного человека. То есть, если бы не было закона Божьего, скорее всего, не было бы такой справедливости на земле. Поэтому закон Божий делает возможной, ну хотя бы ограниченную меру справедливости на земле до суда перед Богом. Ну и самое главное, основное, что говорили о Божьем законе во время реформации, говорили, что закон Божий раскрывает для верующего человека то, что угодно Богу. Закон Божий раскрывает то, что угодно Богу. То есть, для рожденного свыше человека это очень важно. Закон просвещает нас с вами относительно того, что угодно нашему Отцу. Ведь мы стремимся Ему служить. Изучая Божий закон, заповеди Его, размышляя над законом Божьим, мы посещаем школу праведности. Мы с вами учимся тому, что угодно Богу, а что оскорбляет Его. И, скорее всего, это самая высшая функция закона. Вот именно так послужить верующему человеку, как инструмент, благодаря которому мы с вами сможем нашей жизнью воздать Богу честь и славу. Знаете, вот для этого вопроса апостола Павла, для чего же закон существует ключ? Без этого ключа невозможно понять ни Ветхий Завет, ни заповеди, ни установления, о которых говорил Божий закон. Вот этот ключ – это личность и учение Иисуса Христа. Ключ к пониманию Божьего закона, вот в нашей жизни, хотим его применить правильно, это личность и служение Иисуса Христа. То есть, на Божий закон верующие Нового Завета уже должны смотреть или теперь смотрят через личность и служение Иисуса Христа. То есть, ключ к правильному пониманию закона – это личность и служение Иисуса Христа. В своей самой первой проповеди, в Нагорной проповеди, Господь Иисус Христос говорил о значении закона. Я напомню вот эти вот слова из Евангелия от Матфея, 5 глава, 17 стиха. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Иисус Христос, наш Господь, наш Спаситель, Он показал, открыл, что закон Божий, открытый в Ветхом Завете, открытый Богом в Ветхом Завете, сам по себе являлся своего рода пророчеством. То есть закон, который Бог оставил для своего народа, он являлся своего рода пророчеством. Или мы с вами можем сегодня сказать, частью истории искупления. То есть закон Божий указывал на то, что должно было произойти в смысле пришествия Иисуса Христа. Он сказал, я пришел исполнить этот закон. Итак, действительно цель закона – это пришествие Христа. Между прочим, исполнить значит сделать что-нибудь полностью или до конца. То есть Христос пришел исполнить закон, совершить, сделать полностью до конца. Итак, Господь наш Иисус Христос не отменяет и не аннулирует заповеди закона. Скорее, в своей послушной жизни он открывает действительную цель закона. То есть закон указывал на Иисуса Христа. Итак, Иисус Христос утверждает продолжение Ветхого Завета. Ну вот посмотрите, вот как мы с вами думаем о Божьем законе и как думал о законе Господь. То есть мы с вами склонны думать о законе как о правилах, которым нужно подчиняться. То есть, скорее всего, вот так мы относимся к Божьему закону. Но это правила, которыми нужно подчиняться. Господь Иисус Христос видел закон по-другому. Закон – это то, что нужно исполнить. Разница огромная. Разница фундаментальная. Не просто правила, которым нужно подчиняться, а для Господа это был закон, который нужно исполнить. Именно поэтому, когда мы читаем о его жизни, евангелисты часто отмечают и говорят, «А все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, или избылось слово Писание». То есть вся жизнь Христа – это исполнение Божьего закона. То есть вот так вот он смотрел на закон Господа Бога. И так с Иисусом пришло исполнение закона и пророков. Поэтому, когда приходит Христос, закон приобретает другое значение и функцию. Когда приходит Христос, закон приобретает другое значение и функцию. Его роль пророчества заканчивается, потому что цель закона, или конец закона – Иисус Христос. Об этом говорит Павел. Послание к Кримлянам, 10 глава, 4 стих. Конец закона – Христос. Утверждает великий апостол, или в послании Галатам он говорит о том, что закон для нас – детоводитель ко Христу. Итак, ключ к правильному пониманию закона – это личность и учение Иисуса Христа. То есть с пришествием Иисуса Христа с законом уже что-то произошло. Он не аннулирован, закон исполнен Иисусом Христом. А в следующем мы обратим внимание на два события, которые также помогают нам определить значение закона в свете служения Иисуса Христа. Оба события связаны с горами, или явлением Бога людям. Первое событие – это гора Синай. Вот эти громы, молнии, вот такое вот угрожающее присутствие Бога. Писание говорит, это был страх людей. На горе Синай Бог говорил, и люди слышали. И слышали они десяти слове или десять заповедей. Вот сейчас я с удовольствием повторю мысли брата Павла, который проповедовал первым. Вы знаете, много лет спустя на другой горе Бог заговорил снова. Это снова было немножко пугающее и волнующее облако славы для Петра, Иакова и Иоанна. Когда вместе с Господом они были на этой горе преображения, их покрыло облако славы Бога. И вы знаете, вот они увидели Моисея и Илью, но вместо десяти заповедей, вместо скрижалей, они получили истинное изложение закона и пророков. Итак, в чем же истинное изложение закона и пророков? Бог сам сказал, сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте. Истинное исполнение закона и пророков – это утверждение Бога, слушайте Моего Сына. Вы знаете, братья и сестры, это утверждение авторитета Сына Божьего, но это также эхо. Эхо того, что когда-то сказал Моисей, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой, Его слушайте. Десять заповедей – это первое откровение Бога о себе. Мы начинаем понимать Бога. Десять заповедей мы начинаем понимать Бога. Но чтобы теперь услышать волю Отца, мы должны с вами слушать Его Сына. Чтобы теперь услышать волю Отца, мы должны слушать Его Сына, Иисуса Христа. Он исполняет и преобразует весь закон и всех пророков. Именно поэтому на содержание книг Ветхого Завета мы теперь смотрим в свете учения Иисуса Христа. Но теперь давайте мы попробуем с вами обратиться к отрывку, где записаны десять заповедей. В нашем внимании будут первые три стиха. Отрывок записан в 20 главе книги Исход. Итак, книга Исход, 20 глава. Пока вы откроете ваши Библии на этой странице, немножко несколько слов о книге Исход. Книга Исход делится на четыре основные части. Я думаю, вы очень легко вспомните это повествование этой книги. А первая часть – это рождение Моисея. Вторая часть – это Пасха. Третья часть книги Исход – это получение закона. И четвертая часть книги Исход – это строительство в Скине. То есть вот так вот просто делится книга Исход на четыре части. Но вы знаете, вот на эти части можем посмотреть, или на содержание книги Исход можем посмотреть по-другому. То есть каждая из четырех частей что-то говорит нам о Боге. Ну, допустим, когда книга Исход говорит о рождении Моисея, в действительности Библия говорит о Боге правящем. То есть Бог, который смог, вы знаете, сделать возможным рождение Моисея на любые препятствия, которые устраивал фараон. Бог правящий. Далее, когда книга Исход говорит о Пасхе, или о выходе из Египта, в действительности Библия говорит о Боге как об Искупителе. Ох, Искупитель! Когда народ получает закон, Библия говорит о Боге Святом. Когда книга Исход говорит о строительстве Скинии, Библия говорит нам о Боге присутствующем. Бог правящий, Бог искупитель, Бог святой и Бог присутствующий. Ну, вот 20 глава, или стихи, которые мы с вами сейчас будем читать, ну, находятся в третьей части, где книга Исход говорит о Святом Боге. Или мы с вами учимся общаться со Святым Богом. Читаем 20 главу. Учимся общаться со Святым Богом. Итак, первые три стиха. Изрек Бог все слова эти, говоря. Я Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у Тебя других богов пред лицом Моим. Вот эти три стиха будут нашим вниманием. Отрывок можно разделить на две части. То есть, первая часть вот этих вот трех стихов – это вступление. И, между прочим, вступление ко всем заповедям. А вторая часть – это самая первая заповедь. Ну, скорее всего, вступление, как обычно, но определяет все остальное. Бог устанавливает право говорить заповеди. Это, в действительности, удивительный начал. Удивительное начало, потому что Бог в первую очередь определяет себя как Спаситель. Бог определяет себя как Спаситель. Ну, уместно будет вспомнить роль Моисея в истории искупления израильского народа. Это один из таких моментов в его жизни, когда он убежал из Египта. Я думаю, нетрудно вспомнить причину его бегства, ведь он бежал из-за солидарности. Он бежал из-за сочувствия своему народу. Моисей убил египтянина, который обижал еврея. И убежал Моисей именно для того, чтобы избежать наказания. А в пустыне, где потом находился Моисей, пас овец, Бог явился ему в пламени куста и открыл себя как Бог отца твоего Авраама, Исаака и Якова. Но знаете, в том явлении Бог Моисею сказал больше. Моисей услышал, что это Бог, который знает стенание своего народа. И Бог, который идет избавить народ. Вот представьте себе, как это слышал Моисей. Он попытался избавить народ. Он попытался соучаствовать в страданиях этого народа. А теперь сам Бог говорит ему, этим займусь я. Я буду сам действовать. Я иду избавить его от руки египтян. Именно с этим сообщением, с этой благой вестью, с этим Евангелием, Моисей пошел к народу, вернулся в Египет и сообщает о великой милости Бога. Бог идет избавить свой народ. Интересно, Священное Писание говорит нам о реакции людей. Написано, что люди поверили. Они поверили Моисею. И написано, что преклонились и поклонились. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Бог заботится, Бог любит и Бог избавляет. Люди поклоняются Богу за спасение. Вот тот же Бог, который сошел в пустыню для встречи с Моисеем, теперь сходит на гору Синай. Сходит для того, чтобы заключить завет с народом. «Присутствие Бога на горе возвещает гром и молния, потому что место стало святым, ведь Создатель сошел к своему творению». В вступлении к десяти заповедям, которые мы с вами прочитали, нет ничего нового для народа. То есть вот начинаются заповеди, и Бог ничего нового для своего народа не говорит в этом вступлении. Он просто повторяет то, что народ слышал не один раз. Ну, значит, для нас с вами очень важно повторение. Очень важно повторять, повторять, повторять. То есть этим даже пользуется Бог. «Я Господь Бог твой». Первый-второй стих. «Изрек Бог все слова сии. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Итак, что мы с вами узнаем? Первое. Мы с вами узнаем, что слова заповедей берут свое начало в Боге. «Изрек Бог эти слова». То есть Моисей не придумал их. Это пришло от Бога. Следующее. «Бог, сказавший эти слова, это Бог, который вывел тебя из Египта». И третье. «Люди, которым обращены эти слова, это освобожденные люди. Вывел тебя из дома рабства». Итак, слова Бог и люди. Слова Бог и люди. Обращение Бога к народу не начинается с заповедей. Я думаю, это очень-очень важно подчеркнуть. Когда Бог заключает свой завет с народом израильским, в обращении к народу не начинается заповедей. Сначала Бог показывает на себя. Я Господь. Оказывается, именно это устанавливает твердое основание. Не только для того, что говорит Бог, но как живут люди. Мне кажется, это фундамент, на котором нужно стоять, братья и сестры. «Я Господь». Именно это является основанием того, как мы с вами живем. Почему эти десять заповедей? Потому что «Я Господь». «Я Господь, я хочу, чтобы вы жили так, потому что я тот, кто я есть». То есть основание заповедей – это качество и характер Бога. Вот так нам нужно смотреть на эти заповеди. То есть основание заповедей – это качество и характер Бога. Оказывается, в действительности, в десяти заповедях Бог нас учит быть похожими на Него. Мы учимся быть похожими на Бога. А, между прочим, вот эта вот фраза «Я Господь», она очень часто встречается на страницах именно книги «Левит». Вот книга «Левит» – это целая коллекция законов на все случаи жизни израильского народа. Религиозные, бытовые, социальные, ритуальные, даже сельскохозяйственные законы. То есть во всех потоках жизни, во всех потоках жизни Господь хочет, чтобы мы жили согласно Его качествам, согласно Его воле, согласно Его качествам. Именно в заповедях выражается подобие Богу. И послушанию закона Господа – это раскрытие в нас с вами образа Бога, раскрытие настоящей природы человека. Для израильского народа имя Господь, оно всегда имело особое значение. Потому что сам Бог очень ясно предупредил, что имя Мое навеки. Помните это имя, говорите об этом имени, передавайте это имя. Почему? Потому что это особое имя. Не только Бог открыл Своё имя, но Он подтвердил Своё имя своими действиями. «Я выведу вас из угнетения египетского». Вот что значило имя Бога для израильского народа. «Я Господь! Я выведу вас от угнетения египетского». То есть Господь – это Бог, который искупил Свой народ. Господь – это Бог, который свергнул иго рабства. Бог спасения и Бог милости. Именно Он вывел их из земли египетской, и поэтому теперь мог говорить с ними о своих требованиях к их жизни. Знаете, это в полной мере подчеркивает великое духовное значение всего, что произошло до горы Синай. Знаете, вот порядок того, что произошло до горы Синай, закладывает очень правильное понимание спасения. Не только правильное понимание закона, но и правильное понимание спасения. Братья и сестры, когда мы читаем книгу «Исход», спасающая благодать предшествует закону, который требует. Спасающая благодать предшествует закону, который требует. Этот порядок невозможно перепутать. Его возможно перепутать, но его нельзя путать. Спасающая благодать предшествует закону, который требует. То есть сначала искупление, а потом заповеди. Братья и сестры, закон был дан не для того, чтобы люди стали искупленными. Наоборот, они уже искуплены, поэтому им дан закон. Это нельзя путать, братья и сестры. Перепутать это преступление. Перепутать это обман качеств Бога. Перепутать это обман Библии. Закон был дан не для того, чтобы люди стали искупленными. Но наоборот, они уже искуплены. И именно поэтому им дан закон. Таким образом, закон Божий – это образ жизни, который Бог устанавливает перед теми, кого Он спас. Образ жизни перед теми, кого Он спас. А с нашей стороны, исполнение закона – это ответ на любовь Бога. С нашей стороны, исполнение закона – это ответ на любовь Бога, это благодарность Богу за искупление. Поэтому благодать и закон вот так связаны друг с другом. Благодать ведет к закону. Любовь Бога рождает любовь человека. Спасительная любовь Бога ведет и рождает любовь в благодарности, выраженную в послушании. Скорее всего, вступление к заповедям призвано разрушить неправильное представление о законе Бога. Еще раз повторю это, братья и сестры, цель закона – не привести человека в новое рабство, а скорее утвердить человека в новой свободе. Цель закона – утвердить человека в новой свободе. Вы были рабами, вышли из дома рабства свободны. Вам нужно научиться жить в свободе. Вам нужно уметь жить в свободе. Мы должны учиться жить в свободе. Братья и сестры, именно поэтому Писание называет закон Господень – закон свободы. Иаков говорит о Божьем законе – закон свободы. Между прочим, вот такое вот понимание закона, как закон свободы, оно было заложено еще в Эдемском саду, где Адам и Ева наслаждались свободой сада, где Бог сказал – все для тебя, все для тебя плоды, всех деревьев ты можешь есть. Единственный запрет, который получили первые люди, был не ограничением свободы, а гарантией свободы. Вы понимаете, как на все это можно посмотреть по-другому? И мозаика искупительной любви Бога, она становится для нас с вами понятной, она становится ясной. Больше того, она становится очень близкой для нас. Единственный запрет, который получили наши родители в Эдемском саду – это не ограничение свободы, это гарантия свободы. Ты свободен до тех пор, пока не нарушишь. Поэтому 10 заповедей – это закон свободы. Или, давайте скажем, это путь к свободе человека, путь к свободе искупленного человека. Почему же сегодня людям кажется, что закон ограничивает человека? Почему думают, что свобода – это когда тебя ничем не обязывают? То есть неправильное понимание закона Божьего, с которым еще боролся апостол Павел. Поэтому, ну прежде чем говорить о том, какой должна быть жизнь человека, нужно знать точное определение природы человека. То есть в чем ценность человека, в чем ценность природы человека. А что по-настоящему составляет жизнь человека? Ведь Библия отвечает на эти вопросы. Библия говорит о том, что человек создан по образу и подобию Бога. Следовательно, каждая заповедь открывает, выражает особенность божественной природы человека. Послушание Божьему закону дает выражение тому, кто мы есть на самом деле. Именно поэтому приводит нас к нашей истинной свободе. Вы знаете, изучая заповеди Бога, легко заметить, что основа заповедей – это запрет. Ну то, что нас с вами очень часто пугает. Основа заповедей – это запрет. И складывается вот такое впечатление, что закон Бога, что тон закона негативный или отрицательный. Но вы знаете, что вот все-таки запрет, он более освобождающий, чем разрешение. Запрет более освобождающий. То есть запрет дает больше свободы, чем разрешение. Давайте подумаем об этом. Запрет оставляет жизнь открытой для многих действий, кроме одного. Понимаете? Запрет оставляет жизнь открытой для многих действий, кроме одного. Вот мы с вами это заметим в каждой заповеди. Что запрет одного действия в действительности становится побуждением для огромного количества других действий. Я, к примеру, вот приведу эту заповедь – не кради. Очень просто закон Божий говорит – не кради, это запрет. Ну вы помните, как апостол Павел говорил об этой заповеди? Он теперь уже говорил – не кради, а работай своими руками. И даже немножко больше. Для чего работать? И ты сможешь уделять нуждающимся. То есть, понимаете, запрет на одно открывает для нас с вами целую панораму действий. Поэтому вот тон закона, с одной стороны, негативный, но в действительности именно вот цель закона – освободить человека, сделать его свободным для многих и многих действий. А еще, что хотелось бы отметить о заповедях. Только 10 заповедей. То есть мы с вами их знаем как 10 заповедей. Это правильно. В книгах Ветхого Завета есть особое название, которое получили 10 заповедей. Это название «десять и слови» или «десять слов». То есть буквально 10 заповедей – это 10 слов. Каждая заповедь является отдельным словом. Но вот мы с вами можем спросить, а почему 10? И почему именно этот набор десяти? Почему 10 и почему именно этот набор десяти? А вот второй вопрос намного важнее первого. У нас опять есть основание Священного Писания. Книга Второзакония, 5 глава, 23 стих. Вот прочитайте, послушайте, пожалуйста, внимательно. «Слова эти изрек Господь ко всему собранию вашему» – это говорит Моисей к израильскому народу – «на горе и среды огня, облако, мрако громогласно, и более не говорил». Если вы читаете по-английски, там написано «больше не добавил ничего». То есть основанием, почему эти 10 слов опять у нас есть только Бог. Он сказал и к ним больше ничего не добавил. То есть для нас это основание понимать, что кроме 10 нет других заповедей. То есть основа – это 10 заповедей. Итак, вступление к первым, к 10 заповедям. Мы с вами отметили, что спасающая благодать предшествует закону, который требует. Мы с вами отметили цель закону – утвердить человека в новой свободе. Ну и последнее, что обращу ваше внимание, это первая заповедь. Третий стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Первая заповедь, ну, скорее всего, самая важная. А выше мы отметили, что каждая заповедь – это раскрытие качеств Бога. А вы знаете, иногда используют вот такую вот иллюстрацию. Что 10 заповедей похожи на дом, или лучше дворец из 10 комнат. А в каждой из комнат показаны качества Бога. То есть вот каждая заповедь – мы с вами заходим в комнату, где Бог показывает, открывает нам свои качества. Мы, изучая каждую заповедь, мы с вами лучше узнаем Бога. А в первой заповеди мы узнаем, что Бог – это личность. В первой заповеди мы узнаем, что Бог – это личность. Он обращается к нам на уровне общения с личностью. «Да не будет у тебя других богов передо мной». То есть Бог – это нерасплывчатая, неясная сила. Это живая личность, с которым возможны отношения. Вот опять, когда мы читаем Священное Писание, вот действительно есть вот такие аспекты наших отношений с Богом, которые выражаются юридическими терминами. Ну, такими терминами, как оправдание, усыновление. Однако из этих привилегий вытекают прекрасные отношения с Богом. Прекрасные отношения человека с Богом. Господь – это наш Бог. Наше послушание Ему – это ответ на Его любовь. А не просто Бог – личность. Но опять Первая Заповедь подчеркивает, что есть только один Бог. Я думаю, это было очень интересно слушать израильтянам. Это важно услышать и нам с вами. Первая Заповедь учитывает, что Израиль в свое время, и мы с вами, живем в мире, где много богов. Когда израильский народ слышал это, мы сегодня с вами повторяем это. Говорит о том, что мы с вами живем в мире, где много богов. Помните, об этом говорит апостол Павел. Есть так называемые боги. Заповедь учит нас безраздельной верности единственному Богу. Первая Заповедь учит нас с вами безраздельной верности единственному Богу. Мы с вами пели песню «Только ты». Знаете, это подчеркивается в наших песнях. Безраздельная верность единственному Богу. Долг человека по отношению к Богу всегда на первом месте и выше всего. Да не будет у тебя других богов при лицом моим. Ссылка на других богов в Первой Заповеди, она не подтверждает существование этих богов, а скорее предупреждает, что есть силы. Существуют и действуют силы, которые соблазняют человека, увлекают человека. Поэтому помните, вот так вот говорит Писание, помните, что наша верность, она только Богу, одному единственному Богу. Вот вспомните, сколько раз израильский народ проходил такую проверку. Сколько раз уклонялись от единого Бога к идолам. Были очень грубые формы идолопоклонения, где приносили в жертвы детей, но были очень тонкие формы идолопоклонства, поклонения идолам ради материального процветания. Сегодня это тоже нас с вами окружает. Окружают силы, которые соблазняют, силы, которые увлекают человека. Поэтому помните, да не будет у тебя других богов при лицом моим. Немножко раньше мы говорили об имени Бога, а теперь Писание говорит нам о лице Бога. Ну или перед моим лицом, или в моем присутствии. Это опять очень было важно для израильского народа. Вы знаете, вот так вот Бог повел историю этого народа, что они не остались изолированными. То есть они не остались жить вокруг горы Синая, они не построили вокруг себя стены. Они остались изолированным народом. Как только они были основаны в Ханаане, они сразу оказались в окружении многих других стран. Это опять опасность. Опять опасность, и Бог как-то допускает, чтобы народ его жил вот в этой вот опасности. Опасность и увлечение, может быть, как-то принять новое мышление. То есть израильский народ, как народ, они немножко отличались от того, как жили вокруг народа. И может быть, где-то возникла бы вот эта вот мысль, все-таки, может быть, какие-то появились бы люди, которые говорили о необходимости нового мышления. Люди, которые бы начали говорить, что новые события нашей жизни требуют новых решений и так далее. Я думаю, знаком вам этот разговор. То есть соблазн принять обычаи и ценности народов, среди которых они жили. Опять они должны были помнить, да не будет у тебя других богов перед моим лицом. Так, первая заповедь открывает нам Бога как личность и показывает долг человека перед Богом. То есть первая заповедь учит нас с вами полному посвящению. А теперь интересный вопрос. Повторяется ли эта заповедь в Новом Завете? Если она повторяется, то как? Вот мы с вами сказали, что Господь учит нас. Мы смотрим на эти заповеди в свете учения Иисуса Христа. Давайте посмотрим. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Как первая заповедь повторяется в Новом Завете? Что она утверждает? Ищите же прежде Царство Божье и правда Его, и это все приложится к вам. Это очень интересно, не так ли? Как все-таки Господь открывает эти заповеди? Как они были открыты в Его жизни? Как они должны открываться в нашей с вами жизни? Оказывается, из того, что мы с вами можем делать, или из того, как мы можем жить, есть наивысшая цель. У нас с вами есть самое великое призвание. Это Царство Бога. Это праведность этого Царства, или праведность Бога. То есть, выше всего для людей Нового Завета. Это Царство Бога. И праведность этого Царства. Между прочим, у нас с вами есть замечательный пример исполнения этой заповеди. Иисус Христос. Именно Он показал нам, что значит не иметь других богов перед лицом Отца Небесного. Иисус не только повиновался закону Господа, но любил Бога всем сердцем, всей душою и Своей силой. Всеми Своими силами. То есть, мы сегодня можем идти, как Господь, хранить Бога первым сердцем. И как вывод перед нашей молитвой, вот еще несколько слов о Божьем законе. Как в памяти, конечно, хотелось, чтобы осталась эта первая заповедь, о том, как она звучит в Новом Завете, чтобы мы с вами искали, прежде всего, Царство Божие, правду Его. Такое безраздельное посвящение. Но вообще, вот о законе Божьем, я думаю, это очень интересно учиться и понимать, повторять те слова, которые повторяли псалмопевцы. «Как люблю я закон твой, целый день размышляя о нем?» Или научиться повторяться апостолам Павлом, ибо по внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Божьем. По внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Божьем. Итак, мы с вами находим восторженную, живую любовь к слову Господа. Поэтому нам сегодня с вами напоминание о благости, обладание Божьим законом. Почему мы его любим? Потому что именно благодаря закону Божьему мы не оставлены в тумане. Мы не оставлены в темноте. Нам с вами оставлены указания. Нам ставлено открыто то, как угождать Богу. Слава Богу за это. Аминь. Слава Богу за это.